Погружение в прорубь на праздник Крещения Господня – это одна из интереснейших традиций православных христиан. Но в последние годы купание в проруби стало чуть ли не народной забавой. Многие прыгают в ледяную воду на спор ради интереса, и только единицы подходят к этому вопросу осмысленно. Руководитель клуба зимнего плавания и морж с 25-летним стажем Александр Яшин рассказал об основных правилах погружения в прорубь. Сначала снимаем с обувь, затем в последнюю очередь снимаем с себя головной убор. Соответственно, после посещения проруби сначала одеваем головной убор, а потом все остальное. Значит, не рекомендую выходить на лед босиком. В Рязани оборудована только одна купель на открытом водоеме на озере Ореховое. Рядом с ней поставят отапливаемые палатки с горячим чаем, будут дежурить спасатели и медики. Власти рекомендуют принимать участие в крещенских купаниях только здесь. Купание в других открытых водных объектах на территории города небезопасно. С улицы Свободы, с площади до Орехового озера, может быть, добраться с 10 часов вечера на бесплатном троллейбусе. Будут организованы две большие раздевалки с подогревом. Естественно, купель. В 23 часа священник проведет молебен, после которого все желающие могут искупаться в проруби. В эти дни синоптики не обещают настоящих крещенских морозов. Ночью в городе похолодает всего до минус 10.